С одной точки съемки сразу на другую нам, телевизионщикам, нужно очень быстро добираться до места. И сейчас мы на горе, приближаемся к улице Аванесова, и нам нужно доехать до пересечения Ленина Северо-Западной. Обычно это расстояние мы преодолеваем минут за 25-30. А сейчас мы хотим посмотреть, сколько у нас это займет времени, учитывая все дорожные работы на открытых участках. Итак, засекаем. И сразу пробка. Водоканал модернизирует коллектор на улице Аванесова, меняют больше 220 метров трубопровода. И эти работы, как в мэрии говорят, совпали с капитальным ремонтом улицы. Предполагается, что так по временной разметке будем ездить до 12 августа. Ситуация на дорогах оказалась даже хуже, чем мы предполагали. На индикаторе пробок участок Зменогорского тракта от 1-й Боровой до Аванесова не красный, а просто бордовый. Мы, наконец-то, пробку преодолели. Сейчас спускаемся с горы и должны будем уйти на Ленинский. И там, до Чкалова, по крайней мере, никаких проблем не предполагается. Вот мы и на Чкалова. Здесь водоканал тоже меняет участок коллектора. Работу обещают закончить 4 августа. Пока все, в том числе и общественный транспорт, идут в объезд. В основном по Комсомольскому проспекту мы поступим точно так же. Ну вот мы и на Комсомольском. Как и обещали, весь транспорт идет сюда. Но скоро это закончится, потому что 4 августа работы по коллектору переходят на этот проспект. И тогда весь поток пойдет по Ленинскому, который к тому моменту уже обещают открыть. Коммунальщики извиняются за неудобства и просят пути объезда выбирать заранее. Поэтому свернем на новый рынок не по улице Пионеров, а через профинтерна. И здесь Ленинский проспект тоже стоит на таком маленьком участке. Потому что перекладывают участок теплосетей. Открыть обещают уже со дня на день. На преодоление отрезка от профинтерна до Пионеров, надо сказать, мы потратили не больше 5-8 минут. Надо сказать, что, видимо, работы уже действительно начинают сворачивать. Но будьте внимательны, мы едем примерно в 11 часов дня. То есть это самое простое время для движения. Стоп! Вот мы и на месте пересечения Ленина с Северо-Западной доехали мы за 41 минуту. При том, что обычно на эту дорогу тратим минут 25. Единственный плюс, который здесь есть, это то, что дорожники согласовали работы вместе с коммунальщиками. То есть сразу после того, как эти ямы закопают, на их месте должен будет появиться ровный асфальт. По крайней мере, так нам пообещали в мэрии. А пока выбирайте маршрут аккуратно и выверенно. Андрей Дривер, Александр Антропов. День с толком.